Доброе утро. У нас генеральная уборка на кухне. Посмотрите, как мы вытяжку хорошо вымыли. А жира сколько было, не а, Светлана? Как бы я не открыл, то все было бы. Благодаря мне порядок на воде на кухне. Я маме готов затравить целую неделю. Если быть мама, то я не знаю, что бы делали. Нет, шутки шутками, а надо постоянно ее чистить, вытяжку. Ну не каждую неделю, что ты смеешься каждую неделю. Светлана, цветы поливаю, сейчас окна буду вымывать, а я там вытяжку домой. Помогаю, Светлане, видите. Это бедолага Светлана одна работает, запахалась. Запахалась бедолажка. Это правда. И Чарлик тебе помогает. Чарлюка помогает. Так и сегодня хорошая погода на улице. Хорошая уже второй день ветер. Ветер, ветер. Ветер, ветер, сыр могуч. Ты гоняешь, тая, туч. А вот потом будет слесо здесь. Отслесет, надо будет слесо. Ой, там писали про твое платье, что такое платье у тебя плохое, что ты в нем как баба старая. И там такие гадости писали, что матенька Божья. А какое тебе платье пошили коричневое, что кое. Как ты шла на работу, я тебя снял. С работы пришла. Да что, господи, ни этого в жизни не мое, ты не будешь мать. Это правду ты говоришь. Сидят там какие-то кукушки. Жизнь не отдаленные. Браво, Секландка, браво. Нормальный человек этого не напишет. Больной на голову. Правильно. Я тоже считаю. Чарлик тоже так считает. Сидят, что три здесь очень много неадекватно. А больных, есть и больные, я, кстати, встречала на голову. Многие пишут хорошие комментарии, потому что понимают люди и знают, как оно жизнь и как все остальное, как говорится. Они все идеальны, что ж ты хочешь. У них есть вещи хорошие, и стрижка. Все у них хорошее. Не то, что у тебя. И флаг им в руки. Браво, браво, Светланка, браво, браво. Молодец, Светланка. А ну, сейчас посмотрим, что эта штука уже отмылась. Молодец, Светланка. Ну, эта сеточка тоже, видите, этот фильтр. А то был весь черный там, господи. Но уже чистенький. Сейчас я его отмою хорошо, и все. И назад все поставим. Так, на кухне уже Светлана навели порядок. Да везде понаводили. Светлана захотела, чтобы я розу срезал. Красивая роза у нас же просветали. Одну вот эту я срежу. О, какая красота. Вот так. Так, еще одну такую желтенькую. Еще, наверное, беленькую. Вот эта белая, классная. Ну, я на кухню пришел, а Светлана окна моет. Смотри, какой я тебя нарвал. Гарный, ты же гарный. Разных цветов. Боже, какие не колючие. Сейчас мы их вас. Сразу. Роза хорошая, но колючая. Ну, и на кухне будет красота. Боже, сразу какой запах от цветов. Светлана там с нашими барбосами. Гребок уже выпили. Светлана заново сделала. Сегодня, что мы кушали. Макарончики кушали. И котлетки по-киевски. Помидоры наши растут. Тут я тоже помидоры посадил. Какие эти будут крупные прикусы. Будут. Посмотрите. Ну, да. Я все говорил. Давай я срежу. А вонар пойти такая вот. Крупный. Клубнику я уже оборвал. А некоторые мелкие падают зеленые от метра. А вообще, смотри, вот эти судно-ветки. Они шашлыка гинаются. Да не нравится. Смотри, а бурячок пошел. А кукуруза пошла. Посмотри. А помидоры те же я посадила. Маленькие вот те, черри и те. Пошли, пошли. Помидорчики. Огурчики, смотри, идут. Да. Я уже вот эти поднял чуть выше. А ты знаешь, что я посадил там еще огурцы под забором? Да? Мне кажется, что под забором хорошо будет. Кабачки потом посадим. Да, потому что у меня что-то кабачки не получились. А тебе сзади, смотри, аккуратно. Это что-то же с рассадой посадила. Ну нет. Ну тут вот, видишь, я кабачок посадил. Вообще не вылез. Что такое? Что мне в этом году с кабачками не прет? Ну, только один кустик вылез и все. Что-то странно. Пускай сегодня Светлана посадит. Ножницы или секатор? Ну, не ножницы, можно, можно секатор, как тебе удобно. А тебе как удобно? Ну, удобно ножницами. Ну, сейчас я принесу ножницы. Вот, смотри, какие беленькие, красивые. Они уже позасыхали. А ты знаешь, что я вчера же не поливал? Потому что проблема была с напором, с водой. Сегодня надо полить огород. Что, думаешь, что сегодня свет выключат? Да, я не думаю, что сегодня свет выключат. Вчера тоже, ну, может и выключить. Я тогда вот так их повырезаю, вот эти, видишь? Вот так все рост. Ну, сейчас я принесу, сейчас, сейчас. Давай. А у меня и тут кукуруза пошла, смотри. Я тут посадил. А, у тебя, кстати, один помидор упал. А, да. Надо быстренько подвязать. А, точно. Потому что он так может сломаться. Сейчас, сейчас я возьму ключи от сарая. Я подвяжу. Кто там лазит? А ну марш оттуда. Вот Чарлик, как понимает. Он не лезет на огород. Это только доля. Чарлик очень умный пес. Ну, Чарлик, да. Смотри, смотри, как он цветы нюхает, цветы нюхает. Скажи, что так пахнет, да, Чарлик? Пахнет. А он любитель. Что-то она там режет такое пахучее, да? Чарлик любитель цветов. Траву есть, смотри, траву есть. Я же ему сегодня не нарвал. А он любитель травку покушать. Потому что если кейпионы, что рядом, они цветут, бутоны. Да, смотри, я говорил, что у нас ничего не померзло. А я не заметил. Но, смотри, крыжовник с этой стороны, когда морозы были. Смотри, как он почернил. Да, та сторона нормальная, а эта сторона, смотри, почернил. Смотри. Видишь? Вот так. Так что, когда были тогда морозы, ну, как морозы, прохладно было и померзло. А эта сторона хорошая. А эта сторона хорошая, да. Видишь? Как-то странно. А смотри, то, что я подрезал, вы говорили, о, что я наделал. Посмотри, как пошла. Ты видишь? Если бы я так не срезал низко, то она в этом году была бы. Не, у нас не будет, крыжовника слишком мало будет. Вы так радовались, что будет крыжовник. Ну, что сделаем? Да, у людей тоже померзло. Да, конечно, померзло. И картошка померзла, все, да. Слава Богу, у нас только чуть-чуть. Клубнику я вчера посрывал. Ну, тут еще появляется. А сладкая клубника сила. Ну, тут я огурчики посадил под забором. Потом сеточку натяну. Надо еще будет пару штук туда досадить. Да, да, я же тебе говорил, что померзло. Именно эта сторона, да. На той стороне нет. А здесь, вроде бы, защищает эта сторона такая-то так. Жалко, конечно. Как ты думаешь, нормально это дерево будет? Или его потом надо будет пересадить? Нормально. О, ты говоришь, нормально, потом пересадить. Нет, а что оно засохло? Да? Ну, не знаю. Хотите сами пересаживать. Это такой крыженый пыль черный, почему? Что-то не погнали, я не знаю. Там урчик уже второй день не приходит. Второй день уже не приходит. Ну, все соседи кусают его. Один, потом он жопу подрал, то еще что-то. Так как ты ему намазала йодом, так он и пошел с тем йодом. Потому что уже лапу раздет. Кто-то ему откусил сбоку этот бочину, блин. Ну, сильно, сильно. Там сбоку у него сильно. А бы хоть сегодня пришел, посмотрели бы, как оно у него. Может, придет сегодня? Чарлик не глупый, в тенек спрятался. Он не любит. Он не любит. Но вот эти твои петушки дают хвостидио. Кому хвостидио дают? Мне дают, мне дают. Светлана, знаешь, я тебе скажу, они слишком много разрослись. Их надо чуть-чуть. Почистим, но не значит, что их всех вырвать. Почти все, там пару штук оставить-то и все. А не, мне не нравятся, не знаю. А что тебе вообще нравится? Мне цветы нравятся, но только они вот эти. Вильчик, а ты что там сидишь? Какая на Вильчик? Вильчик, а помидор? Сейчас. Даже надо от сарая ключи взять. Не забывай, помидор, забудешь. Сейчас, сейчас. В таком положении кулятный. Да нет. Да я видел, что он обломался. Даже та женщина, которая мне будешь подарила это. Помидоры? Да, смотри, как он видел. Помидоры все. А вот, давай я сейчас его подвяжу. Дай мне ножницы на минуту. И вон мои маленькие. Светлана, хорошо, пошли. Да, пошли, пошли. Я сама лично вырастила, рассалу посеяла. Смотри, малепусеньку. Смотри, вон. И вон эти помидорчики. Ну вот помидоры твои черный принц. Где? О. Ну попробуем. Женщина мне дала. Теперь кукурузу посадим. Кукуруза насчет расти. И эти. И будет тенек такой. Огурчиком будет тенек, да. Ну посмотрим, как будет кукуруза. А как вот раньше в колхозах? Люди не сапали эти помидоры особенно. Они, вот я помню, я когда собирала, мы ездили, еще медучили, еще учились. Да они в таких бурьянах такие помидоры были, что... Да. Хорошо. Ты молодец, очень красиво сделал. Феточка. Да, пьерный хорошо. Да, он не так хорошо стоит. Вали цебули. Ну не всю, конечно. Еще осталось. Да, цебули нас достаточно. Да, ну это за много. Ну тут оставили. А тут, что была, то пообрывал всю. Она уже жалтеет. А здесь Светлана говорила, что кабачки посадят. Там у меня еще цебули осталось. Семена еще можно посадить. Да, это уже. Заморозим зимой всегда зелененькую цебульку. Что, Чалик, нравится тебе? Запах цебули? Добавляем еду. Да, конечно. Пирожки очень в том, что мы делали. Ленивые пирожочки делали. Да, конечно. Яйцо отварить и лука добавлять. Да, и муки. Чалик вкусно получается. Конечно. Смотри, Чалик есть. Чалик, собаки нельзя цебули. Да, что ему нельзя? Что, что ему будет? Бог. От цебули ничего не будет. То он мухает, блин, эти пионы. То цебули ему идет. Так. 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 Продолжение следует...